Первая мировая война вспоминается нами не так часто, как вторая. Самый известный подвиг, о котором сейчас, наверное, только ленивый не слышал, это Осовец. Но сколько героев остались забытыми? Сколько славных ратных подвигов за Мелопеском истории? Сегодня я вам расскажу об одном из таких подвигов, рядового 148-го пехотного полка Алексея Макухи. О биографии Алексея почти ничего не известно. Нет ни даты рождения, ни даты смерти. Только благодаря именному списку удалось выяснить, что он является уроженцем Екатеринославской губернии. 21 марта 1915 года, во время ночного боя в районе Залещики, австрийским войскам удалось занять одно из русских укреплений. Почти все его защитники либо погибли, либо были тяжело ранены. Австрийцам удалось захватить в плен телефониста Алексея Макуху. Решив, что по роду службы у русского должны быть ценные сведения о расположении частей, австрийцы подвергли Макуху допросу. Несмотря на словесные угрозы, солдат отказывался давать какие-либо сведения, что очень разозлило австрийцев. Алексея повалили на землю ничком и вывернули руки за спину. Затем один из офицеров сел на него, а другой, повернув ему голову назад, при помощи кинжала раскрыл рот и, вытянув рукой язык, дважды резанул его этим кинжалом. Изо рта и носа Макухи хлынула кровь. Вскоре после удачной контратаки русских враг был выбит из захваченного укрепления, и рядовой Макуха снова оказался среди своих. По другим, более поздним публикациям, Макухе удалось бежать, сбив с ног офицеров, которые повели его в свои окопы и остановились закурить. Так или иначе, первое время герой ничего не мог говорить и не мог принимать пищу. По свидетельствам очевидцев, когда он возвратился в полк, язык у него болтался на тонкой перемычке, к тому же были сильные ушибы гортани. Макуха немедленно был направлен в лазарет, где врачи наложили ему швы на рану, нанесенную на три четверти языка. Солдат-мучник, о геройском поступке которого вскоре стало широко известно, был сразу же окружен повышенным вниманием и заботой не только со стороны врачей и медсестер. Подобный подвиг был нужен России, и о нем необходимо было рассказать, дабы поднять боевой дух солдат. Сам Верховный Главнокомандующий Николай Николаевич выразил Макухе личную благодарность, направив телеграмму следующего содержания. Верховный Главнокомандующий, ознакомившись с фактом зверства в отношении рядового Алексея Макухи, повелел. Телефонисту Алексею Макухе за его верность присяге, сознанию долга перед престолом и родиной и невыдачи служебных тайн противнику объявить личную его высочество благодарность. Телефониста Алексея Макуху произвести в младшие унтер-офицеры. Младшего унтер-офицера Алексея Макуху пожаловать Георгиевским крестом первой степени и выдать ему для ношения кресты трех низших степеней. Выдать Георгиевскому кавалеру, младшему унтер-офицеру Макухе, денежное пособие в 500 рублей. А также пожаловать двойную пенсию. Когда о мучениях, перенесенных русским телефонистом сообщила пресса, возмущению российского общества не было предела. Все выражали свое восхищение мужеству героя и возмущались зверством, учненным представителями культурной нации. Командование российской армии незамедлительно отреагировало на австрийское зверство. Верховный главнокомандующий в своем приказе повелел лишить пленных австрийских офицеров право ношения оружия, что в соответствии с законами войны было справедливым и унизительным для австрийцев решением. Дальнейшая судьба Георгиевского кавалера Макухе, как и большинства других героев войны, нам неизвестна. В последних дошедших до нас известиях о нем сообщается, что здоровье израненного воина идет на поправку. Речь к нему возвращается, и врачи надеются на его полное выздоровление. Спасибо вам большое за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Также советую вам посмотреть и другие ролики о героях нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова